Смородину можно обрезать осенью, можно обрезать весной. Я предпочитаю осенью, потому что весной такая история. Когда мы обрезаем плодовый сад, то кустик, он же невысокий, он будет весь в снегу. Скажем, то, что мы должны в середине обрезать, все это будет снегом засыпано, мы не подберемся. А когда снег сойдет, то мы обнаруживаем, что почечки уже набухли и началась вегетация. То есть весной очень трудно выбрать подходящий момент. Поэтому осенью намного удобней. Естественно, ждем, пока закончится вегетация, когда листики уже практически полностью опадут. Но когда еще положительные температуры, то есть по морозу мы все-таки не режем, плохо заживают срезы. Обрезка черной смородины достаточно простой процесс. Он сводится фактически к тому, что нужно обеспечить ротацию веток. Вот обрезать самые старые, скажем, вот эта вот старая ветка, мы ее полностью убираем. А из молодых приростов оставить наиболее удачные. Те, которые хорошо расположены, ровненькие, сильные. Те, которые будут замещать удаленную ветку. Дело в том, что у черной смородины ветки хорошо дают урожай недолго. Вот первый год они растут. Вот свеженький прирост. Второй год они, в общем-то, начинают давать урожай. Третий, четвертый – это пик. А на пятой, вот там, где старые ветки, вот они, видите, уже такие, даже немножко, кора даже немножко так, плесенью покрывается. У них урожайность резко падает. И, ну, кусту-то, может быть, они и нужны, а она уже не очень. Поэтому, собственно, главное, что мы делаем при обрезке черной смородины – это убираем вот эти старые пяти, ну, шестилетние ветки. Находим, ну, если вы свой куст хорошо знаете, вы их помните. А так, вот по цвету коры, она такая самая сморченная, потрескавшаяся, ну, по ней видно. Может быть, как вот эта ветка, тут вот уже небольшой налет пошел. Ну, то есть, вот хотя бы просто по внешнему виду вы их узнаете. И их убираем полностью вот прямо у земли. То есть, никаких пеньков не оставляем. Так как ветки толстые, используем, конечно, вот такие сильные, мощные сучкорезы. Секатором тут не обойдемся. Ну, вот я обрезала самые старые ветки. Получилось их три. Их вообще обычно немного. Две, три, ну, максимум четыре. Вот у нас один срез, вот второй. И вот он там, третий. Пока не получилось ровно, потом подправлю. Когда обрежу лишнее, будет легче добраться, пока было неудобно. Так вот, самых старых немного. Потому что на замену вы им тоже оставляете только самые сильные приросты. Один, два, три, ну, максимум четыре прироста. То есть, у вас вот такая ротация. Три веточки добавляете, три веточки убираете. Итак, старые ветки обрезали. Теперь заботимся о молодых приростах. Смотрим, что у нас тут в этом кусте есть. Вот один прирост, очень хороший, ровный и растет наружу. Прям отлично, как по заказу. Вот этот вот идет в середину куста. Ну, тоже, в принципе, неплохой. Тоже его оставляем. Вот еще два прироста. Ну, вот тут уже надо выбирать. Смотрите, видите, вот они перекрещиваются. Вот, если сверху смотреть. Из перекрещенных, естественно, выбираем один. Ну, вот этот более слабенький, более кривенький. Оставляем вот этот. Ну, тут уже, конечно, достаточно секатора. После того, как выбрали побеги на замену, их можно немножко укоротить, чтобы они лучше ветвились. Вот, смотрите, ровненький, хороший побег. Пока ветвиться не начал. Значит, как обрезаем? Ну, говорят, там на 2-3-4 почки, но не всегда это получается, потому что надо направление выбирать. Нам лучше всего, чтобы рост шел на периферию куста. То есть выбираем почку, которая идет наружу. Вот она. И на нее обрезаем. Ой, подлезь-то поудобнее. Вот так. Вот этот вот прирост, он уже начал ветвиться, но он направлен немножко вот в середину куста. То есть нам бы лучше, чтобы он вот туда, наружу рос. Поэтому мы все-таки выбираем почечку, которая идет наружу, и вот этот вот конец вот так обрежем. Нет, вот еще лучше есть почка, лучше на нее обрезать. Вот так. Вот теперь хорошо. Это две главные операции у обрезки черной смородины. Убрать самые старые и позаботиться о замене новыми побегами. Ну а дальше вот с теми, ну такими достаточно молодыми побегами, которые остались, здесь обычная история с обрезкой. То есть убираем слабые, убираем те, которые перекрещиваются, убираем невызревшие. То есть это самая обычная, стандартная история. Вот скажем, вот этот вот побег, он идет куда-то поперек всех остальных. И его просто убираем. Вот какой-то сломанный убираем. Вот он. То есть дальше обычная чистка. Если попадаются какие-то длинные, их укорачиваем на внешнюю пучку. Ну вот, собственно, все. Вот я немножко почистила. И для черной смородины этого достаточно. Давайте на примере еще одного куста посмотрим. Итак, начинаем с того, что убираем самые старые ветки. Здесь это вот. Вот она совсем уже дряхлая. Тут даже дупло. Вот это. Потом. Ой. Вот. Очень старая ветка. Вот их убираем полностью. Ну вот. Я обрезала даже четыре самые старые ветки. Но куст, кстати, оказался очень запущенный. Его уже давно правильно не обрезали. И здесь, на самом деле, можно было бы еще вот эту вот ветку обрезать. Вот эту. Вот. Вот эту. Но вообще это не очень хорошо вот так много обрезать за один раз. То есть, если вы ваши кусты, ну, давно не обрезали или не обрезали правильно, то лучше вот такое омоложение, ну, вот вывести его на правильный возрастной состав веток лучше за два года. То есть, вот скажем, вот эту и вот эту, которую уже точно надо обрезать я, ну, или там не я, не знаю, кто будет возле этого куста. Их лучше оставить на следующий год. Ну, здесь это не быстрый процесс, видите, здесь приростов очень много. С чего начинаем? Ну, вырезаем то, что нам не понадобится точно. То есть, то есть, самые тоненькие, они нам точно не нужны. Их просто без всякой жалости обрезаем. Ой. После того, как убрали мелочь и всё, что было, ну, совсем уж откровенно неудачно расположено, анализируем оставшиеся сильные приросты. И помним, что нам нужно оставить немного, два, три, ну, максимум четыре. Вот смотрите, здесь у нас хорошие приросты. Раз, два, три, четыре, пять. Столько нам не надо из этих пяти, ну, парочку мы можем оставить, максимум три. Что и как мы здесь выбираем. Ну, смотрите, допустим, вот эти вот два прироста. Оба хороши, практически одинаковые высоты, сильные, хорошие. В общем-то, по своему качеству равноценные. Но, вот, как бы вам показать-то, вот этот, он больше направлен в середину куста. Вот этот более наклонённый. А середина куста у нас пока получилась, ну, достаточно пустая. То есть вот этому побегу ему будет куда расти. Особенно вот если мы его укоротим вот на эту почку, вот она идёт вообще в середину куста, то у нас здесь вот в середине будут боковые побеги вот этой ветки. Им будет куда расти. А вот если мы оставим вот этот, видите, он наклонён больше в сторону, и здесь веток уже очень много. То есть он здесь будет лишний, когда разрастётся, и будет все остальные затенять. Поэтому вот из этих двух одинаковых, по более удачному расположению, я выберу вот этот. А тот обрежу вон там сам. Смотрим дальше. Тот побег я убрала. Вот этот. Видите? Он идёт наискосок вот с уже существующей веткой. Сейчас пока он её не касается и никому не мешает. Но посмотрите, какая разница в толщине. Видите, вот какой этот толстый, этот пока тоненький. Он, когда он растёт, тоже в толщину увеличится, он вот эту ветку будет тереть. Это будет нехорошо. Так что вот это точно убираем. Что ещё? Вот отличный побег. Но мы уже выбрали этот. Мы его укоротим на боковую почку, и он займёт вот здесь вот всю середину. То есть вот этому, который тоже неплохо расположен, ему здесь места уже не останется. То есть, в общем-то, всё равно можно выбрать этот, можно выбрать этот. Они претендуют на одно пространство в кусте, но раз уж я этот выбрала, значит, вот от этого избавляемся. И ещё один побег. Здесь тоже смотрим, куда ему расти. В середину уже некуда. Можно было бы обрезать вот на боковую почку, чтобы он рос наружу, но здесь уже много конкурентов. Видите, вот здесь уже есть ветки. То есть ему сюда расти некуда. Так что вот всё, собственно, оставляем. Что? Вот оставляем. Собственно, один побег. Здесь больше ничего нам не подходит. Ну вот, из всей этой группы остался вот этот побег. Совершенно отличный. Из него будет прекрасная ветка замещения. Если кто-то переживает, что так мало побегов. Не мало. Во-первых, здесь ещё есть прирост. Я просто вам не всё показываю. Вот прирост. Вот прирост. А потом, ну вот, если вы регулярно обрезаете чёрную смородину, то обычно так. Два-три побега вы новых оставляете. Два-три самых старых убираете. То есть вот такая ежегодная ротация. То есть много ему не надо. То есть получается два-три побега каждого возраста. Это 15 хороших веток в кусте, но вполне достаточно. Ну и после того, как разобрались со старыми и с молодыми, дальше самая обычная история. Убираем слабое, перекрещивающееся, лишнее. Обычная история. А, вот я ещё не очень чётко проговорила. Значит, когда у вас есть вот такие длинные ровные побеги, их обязательно немножко надо укорачивать. Ну, естественно, выбирайте почку, удобно расположенную. Почему обязательно? Потому что вот на такой ровной ветке ягод не будет. Ягоды будут на боковых отростках, на которых есть вот такие вот копьица. Вот на них вот вырастают плодушечки. То есть нужно, чтобы вот этот побег начал ветвиться. Тогда он будет давать урожай. Он и так будет ветвиться, но чтобы его ещё больше как бы стимулировать, лучше вот его укоротить. То есть это тоже вот такое укорачивание входит в последний, третий этап обрезки. Ну, вот, собственно, всё. Слабые перекрещивающиеся веточки удалили. Молодые приросты укоротили. В чёрной смородине больше ничего не требуется. Всё, друзья мои, надеюсь, вам понятно. Что касается других, там красная смородина, крыжо, у них жимолость. Там есть свои нюансы. Показывать не буду. Уже обрезала в этом году. Не подумала, что надо снять видео. Если интересно, переходите в мой телеграм-канал. Там можно почитать текстовое описание. Название канала напишу в описании этого видео.